Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 29 июня, традиционно рассматриваем валютные пары евро-доллар и фунт-доллар, которые пошли по ожидаемому сценарию, но не полностью достигнули своих целей, начав снижаться вскоре после этого. Однако надежды на рост все еще остаются, а вот по японской иене, похоже, имеется смена приоритета с нисходящего на восходящий, о чем мы и будем сегодня говорить. Итак, евро-доллар. Ожидаемый сценарий по евро не реализовался в полной мере, хотя с момента последнего обзора пара действительно выросла, как и ожидалось, пробив нисходящую линию тренда, что дало сигнал к началу восходящего движения. Первая целевая точка на 1.12.83 была достигнута почти сразу, однако потенциала для достижения второго уровня на 1.13.68 не хватило. Цена, остановившись на полпути к нему, остановилась в районе 1.13.40 и начала снижаться. Тем не менее, общую картину роста это пока не нарушает. Последние уровни поддержки сохранены. Цена в своем снижении нашла поддержку в районе 1.12.00 и, вероятно, имеет коррекционную природу перед новой фазой роста, поэтому сценарий на рост пока остается в силе. Что касается актуального графика, если предположение верно, то в скором времени можно ожидать пробоя уровня 1.12.83 и попытку закрепиться выше него. Основная поддержка теперь расположена на 1.12.30, ретест которой также возможен. При окончательном закреплении в этом диапазоне котировки нацелятся к локальным максимумам с первой целью в районе 1.13.68 и потенциальным проходом до 1.14.00. Отмена сценария состоится при снижении ниже области разворотного уровня на 1.11.95. Ну и вот британский фунт своих целей достичь не смог. Пара подросла, но потенциала до целевых уровней не хватило. Цена становилась чуть выше уровня 1.25.08, но закрепиться и развить восходящий импульс не удалось, что и привело к последующему снижению. Состоялся ретест уровня поддержки на 1.23.39 и сейчас ключевым моментом является возможность остаться над этим уровнем, что определит его дальнейшие перспективы. В общем и в целом это пока позволяет оставить прогноз на восходящее движение в силе, однако ситуация достаточно неопределенная. Котировки торгуются практически у ввода раздела, при пробое которого сценарий с восходящим движением будет отменен. Пока же пара находится выше, надежды на рост все еще остаются. На актуальном графике ключевым моментом выступает закрепление выше поддержки на 1.23.39, тест которого происходит прямо сейчас. Удержание выше этого уровня сформирует восходящий импульс, который нацелит пару в район 1.25.08 с потенциальным проходом к локальному максимуму в районе 1.25.81. В свою очередь пробой поддержки и уход ниже разворотного уровня на 1.22.87 отменяет данный сценарий со сменой приоритета на нисходящее движение. Ну а пара доллар США против японской иены похоже застряла в диапазоне, не решаясь направлением, ожидаемое снижение хоть и случилось, но до целевых уровней цена не добралась. Развившийся было импульс вниз остановился немного не доходя до целевого уровня на 1.105.99, после чего котировки развернулись к росту. Учитывая нежелание снижаться после последнего импульса вниз, когда котировки надолго ушли в диапазонную торговлю, тут не исключен рост с выходом из диапазона вверх. Общая картина подсказывает, что по крайней мере на текущий момент укрепление иены может быть завершено и пара может скорректироваться вверх, прежде чем продолжить дальнейшее нисходящее движение. Поэтому попробуем перестроить прогноз с учетом данных изменений. На актуальном графике видно, что определяющим в реализации данного сценария является способность закрепиться выше уровня текущей поддержки на 1.106.96, в случае ретеста и отбоя от которого цена нацелится в район 1.107.81 и потенциальным проходом до 1.108.45. Также перед этим ей предстоит преодолеть сильный уровень на 1.107.33, который неоднократно уже сдерживал попытки роста. Его пробой запустит начало восходящего импульса. Отмена данного сценария с возвратом к сценарию с нисходящим движением состоится при пробое вниз разворотного уровня на 1.106.70. На сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски, всем профит на неделе и до встречи в следующем выпуске.